Чтобы люди понимали, кто такой вообще Слава Андрющенко, не только как спортсмен, но и как человек. Ты готов к этому? Какой-то вот один раз был через агента, можно сказать, договорился в Россию, а потом по большому счету я там какое-то время сам договаривался. Ты внутри всегда такой, ты любишь помогать? Ну да, иногда я хочу просто лежать и ничего не делать, вот бывает. Вот этот скилл, лечь и нихрена не делать, я тебе скажу, он не каждому удается. Не важно где, а с кем, ну разбил стакан, ну ладно, скровенно говоря, я всю жизнь в стрессе. Но все равно там каждый рассказывает, что это дно играет против другого дна, это вот эта ситуация. Извини, Слава, но туда не надо лезть, потому что А, Б, В, Г, Д. У тебя есть там в большинстве там в каком-то моменте, у тебя два хоккеиста, которые бросают. И если команда грамотно обороняется, она закрывает этих хоккеистов, и как бы другие иногда не понимают, что им делать. Люди в кейхаловне зарабатывают деньги, ты туда приходишь и все, ну как бы ты отнимаешь их хлеб. Было достаточно сложно, то есть у меня нужно было, я сам по себе был, грубо говоря, дрыщуган, ну маленький, я такой слабый. Ты подписал с клубом Ньоман контракт? Спорт, жизнь. Всем привет, это Курошный Куражен, и сегодня у меня очередной собеседник, Вячеслав Андрющенко. Слав, расскажи, как твое настроение? Ну, приветствую, во-первых, все нормально, мой отлос подходит к концу, наигрался в теннис и скоро опять к трудовым будням, так сказать. Вот не все знают, что ты профессиональный хоккеист, вот давай про трудовые будни более подробно. Расскажи, во-первых, где ты будешь играть? За какую команду? Я в следующем году буду играть за Неман Гродно, то есть и получилось, после прошлого сезона был в команде «Юность», там дошли до финала, то есть немножко не сложилось, и потом вышло приложение с Гродно, и, в принципе, подумав и приняв решение, согласился на переход. И профессиональный хоккей, в принципе, у меня, наверное, так с 8 лет, но я начал заниматься, уже, наверное, ближе к 14, 13, 14, 15 годам, я уже понимал, что это больше как будет как профессия твоя, то есть ты все время занимаешься, грубо говоря, своим телом, своей подготовкой, знаешь, там много нюансов, поэтому спорт – жизнь. Давай про эти нюансы мы сейчас поговорим более детально, а потом перейдем именно к хоккейной теме, к теннисной теме, и в целом вообще, чтобы люди понимали, кто такой вообще Слава Андрющенко, не только как спортсмен, но и как человек. Ты готов к этому? Да, давай. Давай тогда начнем с того, что вот ты, маленького тебе отдают школу, во-первых, в какую школу ты пошел спортивную по хоккею? Я начал играть в Хабаровске, у меня отец тоже хоккеист, получается. Так, давай, давай, рассказывай, рассказывай свои корни, это важно. Я родился в городе Барнауле, и мама у меня оттуда, папа, получается, и сестра из города, ну, папа с Комсомольцев на море, а сестра с Хабаровска. И родился в Барнауле, и там, по-моему, жил до 6 лет, и отец, соответственно, играл в хоккей, и тогда были, ну, другие времена, и говорят родители, что я постоянно по квартире с клюшкой бегал, то есть там выбора особо не было, что человек в спорте – это железно. И дальше, когда уже я становился постарше, и там, ну, уже хотел постоянно отдать, отдайте мне в хоккей, и получалось так, что, по-моему, в Барнауле, в «Мотор Барнаул» называется команда, там была не слишком развита хоккейная школа, и меня отдали в фигурное катание. Я там лет в 5 или 6, я не в каком, не помню, в каком возрасте, что-то там катался, какие-то пистолетики делал, ну, и все, а в хоккей пошел только в 8 или в 9 лет, в 8, потому что мне нужно было подтянуть учебу из-за того, что мы приезжали из одного города в другой, в Хабаровск, и там были разные программы, и из-за этого, то есть, первые, грубо говоря, первый класс я учился там читать, писать, и все прописи эти там делал. Ну, и потом все, пошел в хоккей, и там уже пошло-поехало, то есть сначала было, ну, интересно, непросто, и со временем этот спорт понравился, в него влюбился, и все, стал в спорте, в хоккей. Интересный момент, то, что ты в 9 лет начал заниматься этим видом спорта, то есть я знаю то, что в теннисе, например, да, это очень поздно, а вот в хоккее в 9 лет пойти и перерасти в профессионального спортсмена, это реально, да, получается? Сейчас уже тоже нет, нереально, сейчас уже все занимаются тоже там с 5-6 лет, подкатка сейчас очень большая, большой упор идет на катание, на технику катания, потому что раньше, грубо говоря, ты летом играешь в футбол, зимой в хоккей, и получилось так, что, ну, все дети моего тогда возраста, ну, получается, мои сверстники, они, мы играли во все, и, соответственно, ну, так всесторонне развиты люди, мы получились, и там с кем-то поддерживали отношения, то есть интересно узнать, как дела. Ну, конечно, это поздновато, 8 лет, ну, то есть я пришел, мне опять пришлось догонять людей, которые катались, и, то есть очень много времени уделялось катанию, и первое время мой отец был не слишком доводен моим катанием, так все. Ты же пошел в фигурное катание, где тоже база необходима. Да, но там все равно как-то получилось так, что у меня, мне так кажется, как сейчас, что это фигурное катание у меня пошло немножко в минус, потому что там же другие коньки, другие лезвия, и из-за этого, ну, я помню, что первое время мне было достаточно непросто на хоккейных коньках кататься. Ты помнишь вообще жизнь свою, кроме того, что квартира, клюшка, что еще, например, тебе такого вот запомнилось, тем более ты, получается, родом оттуда, это твоя родина, правильно я понимаю? Ну, Барнаула, это Сибирь, Западная Сибирь, получается. В принципе, я не особо помню в 6, наверное, лет, уже потом, то, что ближе, наверное, к 6-7, и дальше годам уже так, в принципе, вся жизнь складывается, и ты помнишь все свое детство, когда оно было, потом, когда пропало детство, из-за этого, ну, как обычно, там, наверное, до какого-то возраста, там, бабушки и дедушки все помогали, со всеми играли, то есть у меня дядька, дядя есть, Лешка, и мы с ним там тусовались постоянно, он меня выдергивал, то, на коньки, то, футбол, постоянно все играли, спорты, бабушки и дедушки тоже помогали. Потом, когда вот мы переехали сперва в Омск, город там один год, и потом уже Хабаровск на более долгий срок, то тогда уже было без бабушек и дедушек, и у меня в тот момент точно не было деревни, то есть я, наверное, слишком поздно попал в деревню, это было в районе, там, чуть ли не под 22-23 года, и так я, в принципе, жил такой жизнью, что вышел во двор и развлекай себя, чем хочешь. Тогда еще только-только-только начинали появляться компьютеры, и из-за этого много времени проводил во дворе. И вот что тебе дал двор? Ну, у меня вот двор дал мне, в принципе, характер, потому что я всегда с детства был небольшой, маленький, щупаренький пацан, которого был там, как бы, характер. Ну, зажать, что ли, да? Ну, не то, чтобы зажать, я имею в виду, что я все время там, ну, как бы, маленький, ты отодвинься, отойди, то есть у меня стало это проявляться в какие-то моменты, потом вот стало все больше и больше, и потом мне в один момент отец, типа, ну, я уже понял, что, типа, ну, с тебя что-то может получиться вот так, то есть я там с трудностями хорошо относился, очень много в детстве дрался, то есть и там с детьми, ну, там, что в хоккей, что с детьми, то есть постоянно разборки, тусы, не то, чтобы, как сейчас говорят, там, стенка на стенку, двор на двор, это больше было чисто эмоции, там, во время футбола, баскетбола и других видов спорта. И во дворе, в принципе, я вырос, то есть познакомился, научился общаться, и из-за того, что я очень много городов поменял, и очень большой круг людей прошел, грубо говоря, с очень разными людьми, я, наверное, научился подстраиваться под общение, и, в принципе, для меня сейчас не очень сложно общаться, найти какой-то общий язык с любым человеком. Давай тогда дальше пройдемся. С какого периода ты вот подписал первый свой контракт, ты стал профессиональным игроком? Первый контракт я уже в Минске подписал, это было в Динамо Минск-2, получается, это, как считается, фарм-клубы, по-моему, мне было 17 или 16 лет, 17 лет, наверное, и, да, это было, и поэтому я два года сперва подписал, дальше уже поехало, то есть там становление как уже профессионального, то есть там уже тоже были свои нюансы, сложности из-за того, что были проблемы с габаритами, ну, как то, что я больше-то не стану, то есть им надо было... Это реально влияет, да? Ну, конечно, да, получается, что большим людям как бы их на них всегда сразу смотрят на, как сказать, на перспективу, вот так скажу, а то есть маленькие, то есть там, да, и слабенькие, его там сломают, начинают эти рассуждения, и я довольно поздно попал уже в первую взрослую команду, то есть я почти что там 5 лет, наверное, ну, играл, то мне поднимали, то опускали вторую команду, ну, там в разные клубы, в разных клубах, и, ну, как бы тоже своего рода становление характера, то есть, ну, мне дался, можно сказать, достаточно тяжело, то, чего я сейчас добился, то есть не просто так. А какое у тебя амплуа? Нападающий. Ты нападающим всегда был, либо ты как-то, может быть, вначале пришел и хотел воротарем стать, а потом нападающим? Либо ты сразу нападающий и все? Да, нападающий сразу всегда, это потом, когда уже начинается, когда трудно кататься, много тренируешься, и все почему-то думают, ой, надо воротарем, и что-то у меня были дома ворота, я помню, с дедушкой, там, дедушка бросал стенку мячика, я там воротарь отбивал, там, я говорю, пап, хочу быть воротарем, он такой посмотрел, он говорит, нет, не надо, иди, иди голы забивать, типа. А ты левый, крайний, центральный? У меня правый хват, а сейчас уже, в принципе, не важно, то есть правый, левый, центральный, в принципе, уже к нынешнему времени можно все везде играть, сейчас уже хоккей стал настолько универсальный, что нету каких-то прям суперрамок, то есть все друг по другу подстраиваются, и достаточно, ну, можно сказать, не очень важно, где играть. Ну, перейдем тогда уже в настоящее время, ты подписал с клубом Ньоман контракт, причем это клуб, который входит в топ, я как понимаю, да, чемпионат Белоруссии? Да, это команда, я как понимаю, причем пару лет назад она занимала всегда первыми стату, еще у нас не было возможности обыграть и так далее. Вот этот чемпионат, вы проиграли финал, если не ошибаюсь, Металлоргу, да? Вот, вот скажи хотя бы пару таких, что ли, своих мыслей, чего не хватило вам для того, чтобы победить? Ну, конечно, я даже не знаю, что сказать, получается, так сложилось, что я, получается, не играл пятый, шестой, седьмой матч, я смотрел, просто готовился и в силу своих возможностей, ну, я не мог помочь никак команде, но я просто наблюдал как зритель, и из-за этого, как бы, мое мнение будет, может быть, немножко такое непонятное, ну, то есть я не могу трезво оценив ситуацию, потому что мне казалось, что я бы мог помочь однозначно, ну, ради там команды, да, но сложилось, что такого не получилось, и из-за этого, ну, я не знаю, что сказать, ну, потому что Металлорг хорошо играл, им пришли хорошие подкрепления в лице там динамовских ребят, и, ну, то есть они неплохо сыграли. А скажи, ты вообще, вот, когда, если взять, например, когда ты играешь за юность, да, вот сезон, ты играл в первой, во второй четверке, ну, играл в пятерке. Ну, да, по составу, получается, как это сказать, или вас постоянно там тусуют? Там постоянно тусуют, то есть, получается, тебя чуть выше, ну, можно, грубо говоря, играть там в третьем, четвертом звене, но у тебя будут рядом с тобой ребята, которых ты понимаешь с полуслова, которым ты на одной волне, и тебе будет достаточно, там, 15 минут игрового времени, чтобы показывать, там, супер, как бы, результат. А бывает, ставят к ребятам, которыми ты, ну, можно сказать, ну, в разной, то есть у вас, вы не можете понять, как тебе делать, то есть он видит хоккей в одном ключе, а ты в другом, и из-за этого могут возникать какие-то трудности, и, ну, это, это все на самом деле должен, я думаю, наблюдать тренер и чувствовать всю эту ситуацию, потому что раньше, когда было более, как сказать, 10 лет назад, да, то было больше взрослых хоккеистов, и из-за этого, то есть они, взрослые ребята, они между собой все равно могут перевариваться, как-то передоговариваться и что-то решать. Сейчас сделали много лимитов, что очень много молодых хоккеистов стало играть, и из-за этого, ну, то есть, не с каждым молодым получается договориться, то есть, у них там все равно по-другому восприятие, наверное, каких-то информаций. Ну, тем более, я понимаю, когда, например, у тебя 32 сейчас, да, а приходит парень, которому 22, ну, перспективный и тому подобное, и десятилетие, с чем-то то, что любой вид спорта, он быстро меняется, за 10 лет, там, тем более, различные тактики, техники и тому подобное. Я понимаю, взаимопонимание – это одна из основ хорошего результата, правильно, в команде? Да, это очень важно. Три, вот расскажи всем именно по поводу своей физухи, да, вот, чтобы все понимали, потому что, ну, есть такое мнение, что, ну, хоккеист – это обязательно тренажерный зал, обязательно пробежки, обязательно дыхалка, чтобы работала, потому что надо постоянно интенсив делать и тому подобное. Вот как у тебя проходит работа над твоей физической формой? Ну, блин, если уходя далеко-далеко в детство, то было достаточно сложно, то есть, у меня нужно было… ну, я сам по себе был, грубо говоря, дрыщуган, ну, маленький, такой слабый, и мне надо было развиваться. Я, в принципе, знал, что делать, и это было, ты каждый, допустим, заканчивается у тебя сезон, и ты, грубо говоря, апрель, май, июнь, ну, там, просто ты каждый день там бегаешь, там, ну, я бегал там по 7, по 9 километров, и бегаешь на определенном пульсе, например, я бегал, по-моему, 130-150 ударов в минуту, ну, и ты качаешь свое сердце. Потом при этом, что если ты будешь очень много бегать, то у тебя пропадает стартовая скорость, то есть, тут нужно все компенсировать, то есть, надо взрывы делать, в зал обязательно ходить, тоже в зал ходить, в зал нужно ходить, чтобы была сила, потому что, грубо говоря, ну, сила развивается со временем, и, то есть, грубо говоря, в нынешний момент я считаю, что я сильнее, чем я был в 20 лет, там, потому что все-таки все эти, мое развитие на протяжении всего времени, оно приносит плоды, и, ну, это каждый день ты работаешь над чем-то, то есть, ты не можешь пойти, к примеру, в любой день, там, в любую пятницу пойти, там, в клуб, ну, грубо говоря, нагуляться, отдохнуть, и потом еще следующий день отходить, потому что ты знаешь, что, если, к примеру, у тебя в субботу выходной, ты можешь куда-то в пятницу сходить, тебе уже в субботу нужно отойти, в воскресенье тебя снова будут, ну, как бы, жестко, ну, как бы, ну, выжимать, выжимать, тренировать, то есть, ты постоянно на грани возможностей своих тренируешь, бегаешь, и из-за этого, ну, в принципе, я и пошел сюда в теннис, потому что я раньше играл в теннис со своими, можно сказать, хоккейными соратниками, и пришел момент, там, когда я, ну, стал, можно сказать, не то чтобы интересно, но я стал обыгрывать, то есть, ребят, и я подумал, что вот, лига появилась, надо сходить попробовать, и все, в принципе, мне очень понравилось, что вот эти турниры, что ты постоянно в форме, то есть, не нужно тебе эту монотонную работу бегать, то есть, по улице, там, просто, ну, час, ну, час, грубо говоря, постоянно бегаешь, а ты пришел здесь, поиграл в теннис, ты, вроде бы, получил удовольствие и психологически ты в языке обращаешься, и какие-то новые знакомства, и все равно разнообразие, то есть, я получаю удовольствие от тенниса, и, ну, что еще сказать по физически, ну, это просто каждодневная работа. А вот питание, потому что это тоже очень важно. Конечно. Многие люди, ну, то есть, качаются, но с питанием у них непонятно что, вот расскажи, может какие-то необходимые, вот даже я для того, для такого человека, возьму даже для себя, да, человек, который активный, занимается спортом, но для того, чтобы поддерживать свой организм в том, чтобы он не был на изнеможении, то есть, вот как это, какие-то протеины, какие-то витамины, что вот ты посоветуешь? Самое главное – это просто питание. Потому что, ну, вот именно правильное питание – это, грубо говоря, утром у тебя должна быть там яичница, каша, к примеру, там, какие-то пару бутербродов, ну, то есть, это все вместе, чтобы не было, чтобы с утра ты, ну, как это сказать, наелся там на полудный желудок и пошел работать. Но, с другой стороны, если ты знаешь, что у тебя, грубо говоря, не будет возможности есть на протяжении всего дня, то, может быть, стоит и с утра хорошо кушать. Потому что, ну, питание – это самое главное, потому что я когда ходил в зал и смотрел, как занимаются ребята, я с ними разговариваю, с кем-то больше, и они там, допустим, протеины все эти пьют, пьют, пьют. Я говорю, ну, а как ты кушаешь? Ну, я там начинаю, ну, я там тут перекушу, тут перекушу, и тут, брати внимание, что самое важное – это твое питание. Потому что там оттуда ты черпаешь много витамина, много там белков, там углеводов и все под… А протеины и аминокислоты – это больше как вспомогательные. То есть, если ты будешь есть только протеины и аминокислоты без питания, то, ну, я не думаю, что это будет хорошо. Тем более, с моим телосложением у меня, как бы, нет лишнего веса, и я, как бы, всю жизнь питаюсь относительно говоря в одном и том же ключе, ну, достаточно правильно. И у меня был один период, надо набрать массу, там, хочу стать побольше, но я потом понял, что у меня просто телосложение другое. И… Тебе тяжело после этого стало, да? Передвигаться? Масса? Нет, я, в принципе, наоборот. Сейчас, если, когда я вешаю 8 килограмм, там, 78, то на льду я себя чувствовал достаточно хорошо. И сейчас вот я, когда начинаю играть в теннисе, просто у меня вот уходит 5 килограмм запросто. Вот я, то есть, обычно, знаете, в отпуске там приходят с животиками, наполняются, там, типа, потом, типа, начинают сбрасывать. А я играю в теннисе, просто ухожу, допустим, в отпуск 78 килограмм, а прихожу, там, 74-73, иногда, там, чуть побольше. Из-за этого, ну… А какой у тебя рост? 172 сантиметра. 172. Вот пока мы еще не перешли в теннис, скажи мне, пожалуйста, вот твоя карьера, да, вот так, как она сейчас развивается. Вот скажи какие-нибудь, там, основные такие точки, которые, ну, можно выделить, например, там, какие-то переходы интересные, либо какие-то моменты, которые, вот, ты считаешь, то, что, например, в 25 я достиг такого-то, потом, например, там, в 32 такого-то момента. Вот что у тебя, чтобы люди понимали? Ну, откровенно говоря, то есть я мог как и не заиграть в хоккей вообще, то есть с тем, что у меня было, и я мог заиграть прям на, ну, в хорошем уровне, в том плане, чтобы, может быть, дойти до КХЛ, прям, чтобы закрепиться там. Но в силу своих, там, каких-то причин, то, что я там сам где-то не справился, где-то там не, ну, как-то сказать, неправильно там поступал, там, именно в хоккейных, подготовительных моментах. Потому что, то есть тоже там люди в КХЛ зарабатывают деньги, ты туда приходишь и все, ну, как бы ты отнимаешь их хлеб. И не каждый человек будет тебе подсказывать. То есть, как мне отец рассказывал, когда он был, ну, молодым, то есть там, грубо говоря, может любой дядька взять шествие над ребенком, ну, человеком, и подсказывать ему. То есть и сейчас нынешняя молодежь, если им тут что-то подсказываешь, они почему-то считают, что ты их хочешь как-то обидеть, что ли, задеть. Ну, это вот один момент. В плане карьеры, ну, конечно, самое такое запоминающееся, это было начало, наверное, карьеры, когда я был в Металлурге Жлобине. Мы там выиграли золото, потом серебро, потом участвовали в континентальном кубке, по-моему, стали серебряными, потом дальше попал на Чемпионат мира и дальше вот поехал в Россию, думал, что, ну, в принципе, хотел попасть. Чемпионат мира в составе сборной Беларуси, взрослой, да, имеется? Да, ну, национально. А кто тогда играл? Какие это года были? 2013 год, да. Это, получается, был 2014 год, этот Чемпионат мира в Минске проходил. А, 2003 годом ранее, да, я поехал на Чемпионат мира. И, ну, и там, получается, сложилось, что после Чемпионата мира меня, по-моему, подметили, в Россию поехал, ну, и там сейчас уже можно говорить все, что угодно, но, можно сказать, я немножко не угадал с командой. То есть я поехал к тренеру, который там не воспринимает … А куда ты поехал? Маленьких игроков. Тюмень. Рубин-Тюмень. Да, то есть из-за этого, ну, я всех спрашивал, узнавал там, что, как, все, как, какие варианты, и все говорили, ну, тут 50 на 50, а как, вообще неизвестно, как будет. Ну, и, то есть, когда я приехал, потом подписался, мне говорят, типа, ну, я уже вижу, что отношения, то, что, ну, чуть-чуть другое. То есть и, ну, и как бы я начал, как это правильно сказать, что, ну, развиваться. То есть я не старался никогда, знаете, дуться на кого-то, чтобы там, типа, тот плохой, этот плохой, что из-за него я не заиграл. То есть я все время беру вину на себя, в том плане, что я мог сыграть лучше, мог сделать лучше, мог там что-то сделать лучше. То есть это моя, наверное, может быть, и фактор из-за того, что я заиграл в хоккей, что из-за того, что я постоянно копался в себе, но и фактор из-за того, что я опять копался в себе, я мог бы где-то там проще отпустить ситуацию, и меня бы поддержали, допустим, в определенный момент и, может быть, еще выше шагнул. Но все равно, тем не менее, потом поехал в Россию, поиграл там пару лет, попал там в Нижнекамский нефтехимик, это в канцинальной хоккейной лиге, ну, в принципе, было неплохо. Потом в Красноярске, по-моему, мы, собралась хорошая команда, там могли там попадать в четверку, по-моему, ну, там или в тройку, ну, хорошая команда была, и тогда я, по-моему, забил больше всех в лиге и шайб, ну, такие запоминаются моменты. Потом еще был в Зауралье, в Кургане мы стали серебряными призерами высшей ли хоккейной лиги, и так вот сейчас со временем проходишь, и, откровенно говоря, все, что добиваешься командой, вот именно, как сказать, толпой людей, с которыми ты бок о бок трешься и какую-то там получаешь эмоцию, выигрываешь какие-то медали, это намного больше запоминается, чем, допустим, ты единолично там станешь, к примеру, там снайпером, бомбардиром, там или каким-то, ну, там, да, молодец, ну, а как команда сыграла, то есть, ну, вот так вот. Поэтому здесь, ну, когда старше становишься уже, и так анализируешь моменты, что команда-результат, он достаточно такой, наверное, стоит превыше всего, ну, то есть, он, ты, когда выиграешь, то просто у тебя фотки с кубком, то есть, фотки с медалями, круто, ну, это круто. В хоккее вообще дружба существует между игроками? Да, бывает, конечно, но как получается, что ты общаешься с человеком, когда играешь в команде, да, потом вас разделяет команда, ну, вы разъезжаетесь в разные игры, да, ты поддерживаешь связь уже, да, и, но все равно со временем люди меняются, к примеру, вот какие-то там стереотипы, приоритеты меняются, и со временем, то есть, ты можешь увидеться, с кем-то ты будешь также на одной волне, там, спустя, там, 5, 4, 6 лет, там, а с кем-то ты бываешь, ну, там, человек по-другому начинает общаться. Поэтому дружба бывает, там, у кого, те, кто играет долгое время в одной клубе, либо в одном городе хотя бы. А ты вот хотел когда-нибудь, ну, вообще, задумался насчет, чтобы у тебя вот был один клуб, например, там, 5-10 лет, и ты в нем провел всю, всю свою там основную карьеру, либо такого нет у тебя? Так вот самое смешное, когда я уезжал после счета мира в Россию, я агенту своему в тот момент говорю, слушай, я вот хочу попасть в команду, чтобы на долгое время, то есть, я не хочу, то есть, там, команды менять, и мне просто, как только эту фразу сказал, мне полетело, то есть, одна, вторая, третья, я потом сейчас считаю, сколько клубов я сменил, я такой думаю, да, ну, как это вообще, это, как такое возможно? У вас материальное взаимоотношение с ним, он получает какой-то процент, либо какая-то определенная сумма при подборе? 5 процентов. А от годовой суммы, да, какой-то? Да, но только ты получаешь контракт, 5 процентов ты ему отдаешь и все. Ну, то есть, от агента тоже много чего зависит, просто какие он там отношения у тебя, и у меня вот какой-то вот один раз был через агента, можно сказать, договорился в Россию, да, потом по большому счету я там какое-то время сам договаривался, потому что, в принципе, ну, такой человек, что могу позвонить там в любое, как сказать, в любому человеку предложить свои услуги, то есть, если человек интересен, интерес будет в любом случае, потому что бывали случаи, что агенты там, ну, обещают тебе одну ситуацию, а получается немножко по-другому. Ну, и всегда же, я как понимаю, когда есть прокладка, которая, ну, в виде агента, да, то есть, да, если он чистоплотный человек, он тебе на поверхности все скажет, что там, извини, Слава, но туда не надо лезть, потому что А, Б, В, Г, Д. Либо, наоборот, он будет понимать, так, есть кэш, ну, типа, тебя главное туда всунуть, а дальше уже, типа, я свои деньги получил и все, на этом трава уже не расти. Нет, ну, у меня такого не было, у меня таких большим сумм не было, чтобы, ну, грубо говоря, агенты так наживались, просто у меня могла перспектива выйти с какими-то суммами, но так сложилось, что, в принципе, ну, что агент был, что у меня не было, там, конечно, спасибо, что с ними работал, но, мне кажется, может быть, и можно самому звонить и спрашивать, что да как. Сейчас твой переход, ты сам это все организовал либо сам, да? Да, ну, я уже, сколько, наверное, последнее, ну, долгое время сам занимаешься и ты знаешь, в принципе, всех. Ну, это же тусовка тоже небольшая, как понимаешь, да? Ну, конечно, там, в прессе, я друг друга знаю, то есть, что ты им позвонил, предложил, там, на тебя вышли, заинтересовались, договорились, поговорил с тренером, послушал его взгляды на хоккей, то есть на моменты, потому что, ну, тоже от тренера очень многое зависит. В чем твоих взглядов на хоккей, да? Вот, если взять, например, тебе команды, например, там, североамериканские, ну, я говорю США, Кнадо, и европейские, там, Чехия, Финляндия, Швеция, Россия, вот, какой из хоккеев тебе больше импонирует? Ну, конечно, НХЛ, ну, там очень круто, я купил подписку себе на уже второй год, ты можешь смотреть целиком матчи, именно не обзор, то есть, там, где нарезки, а ты просто включаешь игру и ты смотришь, как там идет. Ну, тебе там что, тебе впечатляет скорость, которая там намного выше, чем у нас? Либо тебе мастерство игроков, что вот, или в сумме? Ну, все вместе, то есть, знаете, бывает, вот, как сказать, грубо говоря, в России, ну, так откровенно говоришь, что в какой-то другой лиге, там, у тебя есть там в большинстве это в каком-то моменте два хоккеиста, которые бросают, и если, ну, команда грамотно обороняется, она, ну, закрывает этих хоккеистов, и, как бы, другие иногда не понимают, что им делать, а в Анхелесе смотрят, что там просто, если, грубо говоря, там овечки наберут, да, там открывается в центре оши, и он так же поливается, ну, бросает и забивает голы, и уже обороняющими понимают, что они отовсюду могут получить гол, то есть, нету то и все игроки, то есть, ну, игровые, они, ну, все игровики, и за счет того, что там очень, ну, интересная скорость, они очень хорошо подготовлены технически, ну, там очень ощущается, что, ну, классный уровень, может быть… А ты вообще когда-нибудь пересекался, может быть, в команде, в какой-нибудь, с человеком, который в НХЛ играл, либо, чтобы он так, ну, именно от своего лица уже рассказал тебе на самом деле, да? Да, конечно, ну, пересекался, и, ну, конечно, все говорят, что круто-круто там, но нету такого, что ох-ах, и там невозможно играть, то есть, опять же, туда приезжают русские ребята, и они говорят, что ты забираешь хлеб у канадца, то есть, ты должен быть сильнее, и из-за этого возникают вопросы. То есть, там, если в российском хоккее тебе многое дается на импровизацию, то есть, какие-то части тренеров, а если в Канаду приезжаешь, там тебе говорят, ты должен ехать сюда, должен ехать сюда, и, то есть, по факту, там будет без разницы, кто это бежит, там, человек А или человек Б по этой траектории, ну, и из-за этого, то есть, ребята рассказывали, что возникают трудности, потому что ты не понимаешь, как так мне надо туда бежать, если туда не надо катиться. Из-за этого моменты… Я знаю, из-за этого многие, например, такие известные люди, например, если взять КХЛ, то же самое, например, Гусев, да, последний, они не заигрывают там, да? Ну, примерно. Ну, Гусев все равно же, он 60 очков, по-моему, набрал в НХЛ, это хороший показатель. Ну, да, в целом, потому что он сюда приезжает, он не то чтобы свободный художник, но они играют, то есть, на него рассчитывают, надеются, потому что это внутренняя поддержка тренера, она вообще, это выше всего, то есть, он тебе может ничего не говорить, просто он тебе просто в нужный момент выпускает налет, и ты чувствуешь это доверие, и ты хочешь играть больше и больше, а бывает такое, когда тебе говорят, давай, давай, мы от тебя ждем, давай, 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 а когда до дела выходит, то есть, ну, у тебя, ну, ты не понимаешь, что вообще происходит на льду, то есть, почему такое принимает решение тренер или другое, ну, то есть, разное, все, все очень разное, все, все люди разные, нужно подстраиваться под всех. И вот, чтобы подытожить вот эту хоккейную тему, перейти уже к теннисной теме, всех, конечно, будет интересовать такой вопрос, шайба не мягкая, у тебя много вообще на теле синяков? Ну, да, получается, ну, там защита, конечно, есть присутствие. Да, конечно, она решает, но все равно она пробивает, потому что я в свое время тоже играл в хоккей, не на таком уровне, и близко, как ты, дворовой, но все равно, я все равно получал, и по рукам, и по ногам. Ну, синяк он обеспечен, то есть, это, ну, конечно, это не прикольно, ну, это что-то, в порыве адреналина ты даже не понимаешь, что тебе будет больно, ты садишься на эту шайбу или там пытаешься сблокировать что-то, или бросаешь, когда под тебя кто-то там блокирует шайбу, то есть, из-за этого даже люди не задумываются, будет ли ему больно или нет, то есть, это как бы в порядке вещей. Окей. Ты сказал то, что у тебя есть партнеры по хоккею, которые также играют в теннис. Вообще, вот, если взять различные виды спорта, да, я знаю, хоккеисты очень многие играют в футбол, да, потому что и нарезки всегда видео перед матчем там набивает и тому подобное. А вот в теннис много вообще играет, если в процентном соотношении, там, 5-10-15 игроков, там, процентов от всех. Ну, если, как бы, вообще пытаются там кто-то держит ракеткой, ну, может быть, человек там в Минске, я знаю, ну, может 30-50, ну, к примеру, то, что, а кто прям конкретно занимается, да, присутствуют ребята, которые там иногда заходят с тренером, они хотят там, то есть, добавить, играть, ну, и там поиграть. Но в основном-то все происходит больше, чтобы просто поддерживать форму свою и, то есть, если ребята одного примерно уровня, то они, как бы, довольны этим. Я же получилось так, что хотел чуть-чуть поинтереснее играть, чтобы там больше двигаться, я понимал уже, что я больше из двух часов я просто больше за мячиками хожу, чем держишь этот мяч. И почему я решил идти в другую, ну, как в лигу тенниса, потому что я сходил, то ли я поехал в Турцию отдыхать, то ли куда-то, и там был, типа, человек с корзины, как тренер. Я говорю, о, давай поиграем. Он говорит, да, давай. Он мне покидал эту корзину, я побил, такой думаю, о, нифига себе, вообще супер. И после этого все, я уже нашел все эти моменты с лигой тенниса и уже, можно сказать, здесь, как постоянно. Ты пришел в лигу, я посмотрел, в 2016 году. И ты пришел сразу, не то, что там, например, как сейчас люди приходят, сателлит, фьючерс, ты сразу опа и в челик пошел, да, то есть хороший средний уровень. То есть это так тебя натренировали? Либо ты почувствовал то, что ты можешь бороться? Да я сам по себе игровик, можно сказать. Я играю во все виды спорта, вообще абсолютно, наверное, во все. И, конечно же, чтобы было… Я даже не думал, куда идти. Я просто записался в челик, где мяч бьют, там, давай, давай, попробовал. И это было достаточно интересно. И тоже были там небольшие перерывы, за счет того, что заканчивается сезон, надо подлечить какие-то травмы, то есть болячки. То есть все равно в приоритете стоит твое здоровье. Если здоровье в порядке, то да, ты ходишь в теннис и поддерживаешь. Если, конечно, тебе не позволяет там, допустим, бегать в теннис там по два часа, то ты в первую очередь занимаешься своим здоровьем. Вот ты в 2020 году, ты получил два призовых места, два первых места, ты выиграл в челленджер. Вот, я как понимаю, тогда это у тебя был пик, верно? Потому что ты, ну, очень часто, во-первых, играл в лиге тенниса. Потом, конечно, я как понимаю, ты уехал в хоккей играть. Плюс, возможно, ковидные какие-то ограничения и тому подобное. Вот сейчас какая у тебя форма вообще? Как ты считаешь? Смотрите, какая ситуация. Я, допустим, вот сейчас вот через 10 дней у меня начинается сезон, я не беру ракетку до апреля опять месяца, до марта-апреля. Потом, если опять мая-июнь, я два месяца играю в теннис, пытаюсь набрать какую-то форму, потом опять уезжаю. Так ежегодно. Ну, то есть, почему в 20-м году я, как сказать, добавил, потом в турниры выиграл, потому что там была, помните, это лига ставок, где ставок играли в париматч. И у меня выходило так, что я за день играл там по 2-3-4 игры. Просто вот ты приходил, ездил, 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 везде играл. И, соответственно, когда ты постоянно бьешь, набиваешься, прибиваешься и у тебя становится удар лучше, сильнее. И ты чувствуешь мяч и, в принципе, ты за счет этого и добавляешь. То же самое, как происходит сейчас. Я уже второй месяц играю в теннис, по факту. И я только сейчас начинаю уже чувствовать, что я спокойно могу играть. И мне это нравится. Ну и, кстати, ты же дошел до финала. Это тоже важно? Да, с Геной проиграл. Ну, Гена вообще это такой монстр у нас сейчас. Все думают все-таки, что с ним делать в мастерс, либо оставлять в челленджер. Вот с учетом того, что ты с ним сыграл, причем там счет был 6-7-6-1, да? Ну, там что-то без шансов, да. Вот. Вот скажи твое мнение. Ну, слушай, на самом деле, если откровенно говоря, я после Гены нашел там девочку, которая занимается профессиональным теннисом. Я как бы с ней играю. То есть не то, чтобы знаете, как вы кидаете друг другу удобные мячики. Ты просто играешь с ней на счет. И вот я, допустим, на протяжении какого-то времени, ну, играешь с ней там постоянно, чтобы поддерживать эти удары. И сейчас я уже понимаю, что я уже лучше. То есть может быть с Геной бы уже по-другому сыграл. Потому что все равно очень многие люди, ну, надо как сказать, заставить их, наверное, ошибаться, волноваться. Потому что, грубо говоря, моя степень, ну, наверное, волнение будет наверняка пониже, да, чем у любого другого игрока. И если я играю против сильного, то я хочу в первую очередь сделать, ну, максимально создать ему трудности. И, может быть, чтобы он начал волноваться. И поэтому, ну, вот я цепляюсь, можно сказать, там по шагу, по шагу, по шагу. Конечно, если кто-то занимался профессионально, вот как я вчера играл там с девочкой, пастер спорта. Ну, куда он там держит? Ну, это понятно. Ну, это там другой уровень. А вот расскажи по поводу своего вот этого вот по шагу, по шагу, по шагу, чтобы человека вывести разновесие, чтобы он начал волноваться. Вот ты тем более как профессиональный спортсмен. Вот расскажи про свои какие-то фишечки. Может быть, это кому-то поможет. Ну, вот на самом деле фишечка моя была одна, что я когда играл с Демьяном Гурским, это у меня был такой переломный момент. Это еще, я не знаю, когда это давно было. Я помню, первый совет я ему проиграл 4-6. Ты, знаете, играешь, ты думаешь, а я его там обыграю, да, например. То есть, ты пришел, недооценка соперника. Нет, ну, ты выиграешь, ты понимаешь, что ты сильнее ошибаешься. Ну, тут в теннисе важная ошибка там на 30-30, 30-40 или 40-30, она может стоить гейма. И в тот момент, я второй совет в игру 6-0 собираюсь, и потом на 3-бейке веду там 5-0 или 6-1, что-то такое, ну, примерно. И я проиграю эту игру. И я, то есть, если всю игру я как бы бил, старался правильно, и потом я проиграю игру, и я потом в конце начинаю, как это вы говорите, ну, качать или, ну, короче, бить так, как я не умею. И я потом сижу такой думаю, блин, Слава, ты, типа, ну, профессиональный спортсмен, ну, ты должен как бы как минимум, ну, если ты так проиграешь игру и так проиграешь игру, какая разница, как его проигрывать, ну, так ты хотя бы, может быть, ударишь там сколько-то раз. Ну, и удовольствие это получишь, да? Да, ты получишь из этих ударов, да, конечно, волнение, то есть не надо лупить по шторам, ну, хотя бы ты будешь правильно технически бить. И вот тот момент для меня стал с Димьяном переломным, потому что я в себе чуть-чуть так поменялся, перестроился, я потом, ну, думаю, что люди, кто против меня играют, все замечают, что я борюсь там до конца, стараюсь как бы выкидывать, ну, выигрывать эти мячики, там, хотя в этом один шаг, второй, третий. И, ну, каких-то психологических моментов у меня нет, но просто ты борешься за каждый удар. Слабая сторона, как играть. Вот эту аналитику, ты всегда в игре своей включаешь? Или смотришь слабые стороны соперника, например? Конечно, ну, это получается, ну, это все зависит, понимаете, от базовых навыков. То есть, когда вот я только прихожу после девятимесячного отсутствия, то есть моя задача, грубо говоря, просто перебивать мяч, да. Почувствовать хотя бы лучше. Конечно, потому что, когда ты не можешь укороченные делать или, там, ты бьешь, вот, как я с Геной играл, я ему все удары там, то есть бью на хавкорт, но понятно, что он меня будет разрывать. Это как я сейчас там с парнем играл, он мне, то есть, отбивает на хавкорт, но я там уже начинаю. Такой хав вправо, влево, куда угодно, ну, из-за этого, то есть вот это чувство мяча, чтобы отбивать там под заднюю линию, оно дорогого стоит. Ну, и, конечно, интеллект игры, потому что, я думаю, ну, что вот эти игры на противоходе, там, то есть, короткий удар, дальний удар, то есть отсетку, опять свечку, и когда ты уже чувствуешь ракетку, то, ну, это как бы как твое мышление игровое, то есть достаточно, мне кажется, оно у меня так присутствует. Я, ну, не слышал ни от кого, чтобы ты вел как-то себя эмоционально в игре. Вот это твой навык, который развил тебе профессиональный спорт, именно твоя работа хоккей, либо ты внутри сам такой спокойный? Ну, слушайте, по-разному матча бывает. Вот я, по-моему, последний раз с Миденом играл на грунте, и я там тоже кричал, типа, камон, да, ну, как бы это чисто эмоциональные всплески такие, что я не могу там заставить себя каждый розыгрыш просто кричать или наоборот ходить молчать, это все зависит от твоего внутреннего состояния. Просто понятно, что в голове тут самое главное, чтобы ты не начал, как-то сказать, ну, нервничать по пустякам, типа, одну ошибку сделал и все, после этого там 15 ошибок после этого допускаешь. Ну, и по плуме. Ну, конечно, и по плуме. Так ты должен хотя бы там, ну, ошибся, хорошо, почему ты ошибся, по какой причине? Это либо неправильное решение головой, либо это неправильное решение технически. И все, из этого ты стараешь убирать эти решения, ну, эти ошибки и, мне кажется, начинаешь добавлять в игре. Какой навык у тебя за этих 9 месяцев все равно остается на довольно хорошем уровне, там, например, удар с бэккэнда, либо подача, либо смэш? Бегать. Бегать, да? Все остальное оно потихонечку, ну, уходит. Да, конечно, уходит. То есть, ну, здесь надо первое время после паузы взять, грубо говоря, ну, профессионального игрока и с ним поиграть, там, к примеру, там, в день, может быть, даже по два часа, там, два, ну, то есть недели. Подержать мяч? Ну, вот именно, нет, именно играть. Потому что, если ты будешь держать мяч, то вы, как бы, в принципе, бьете друг друга, относительно говоря, удобно, да? Ну, то есть, ты бьешь подзаднее, не подзаднее. Когда игра на счет начинается, то это начинается волнение. И ты уже будешь волноваться. И через это волнение у тебя уже, грубо говоря, усовершенствуется твоя техника. То есть, если ты будешь, вы знаете, как я там видел, люди приходят, ну, они там им удобно мячи накидывают, они бьют справа, слева, справа. Игра начинается, он делает два шага влево, там, ему туда бежать или в противоход, и тогда уже начинаются трудности. У тебя также есть навыки в парном теннисе. Да. Но ты немного в него играешь. Вот что для тебя вообще парный теннис? Я прибиваюсь так. Ну, я сначала не любил играть в паре, потом, ну, думаю, а почему мы не поиграть, то есть там… А почему ты не любил? Ну, потому что очень мало ударов. И за счет этого, что, ну, ты больше там стоишь или там неинтересно было. Сейчас вот последние разы, когда я играл в паре, ну, слушайте, да, нормально, достаточно интересные партнеры были, достаточно интересно, но получились игры. То есть даже проигрывал, выигрывал. Ну, я знаю, у тебя есть один титул, например, с мастодонтом парного тенниса. А, с буслом, да. С буслом, да. Вот. И вообще, это было, опять же, в двадцатом году все. То есть двадцатый год для тебя это был такой год, ну, сплошные медали, мягко говоря, и ты был топчиком. Вообще, у тебя впереди будет уезд в Гродно. Ага. Ты вообще планируешь там заниматься теннисом? Нет, нет, ты не планируешь. Ну, ты, конечно, можешь раз играть, потому что, во-первых, работают разные мышцы. То есть если я буду во время катания начинать бегать, то начинает болеть надкосницей. То есть уже болит там, может, ну, как это сказать, бедра из-за того, что ты… Ну, ты можешь навредить своим профессиональным… И, опять же, плюс возможность получить там травму, когда ты, опять же, психологически, ну, и физически ты немножко уставший во время сезона. Ну, там, разные функциональные состояния. И в большинстве случаев за счет этого я стараюсь не играть во время сезона. Ты вот сейчас пришел, да? И сейчас организацией рулит Саша Вабисевич. Да. Вот скажи свое первое такое впечатление. Во-первых, что-то поменялось для тебя, либо все так же, как и было? Да, на самом деле я не особо, как сказать, заморачиваюсь. Я пришел, сыграл, ушел. То есть я, наверное, я очень мало с кем тут дружу из лиги, потому что я почти что никого не знаю. То есть мы почти что нигде не пересекались в этих вот какие-то события, когда классно, там, в теннисе, кто-то поиграл в покер тогда, что-то еще было. Я, по возможности, ну, когда получается, прихожу, когда не получается, нет. А ты вообще смотришь на нашем форуме, вот, который страничка ВКонтакте за жизнью лиги теннисов? Ну, периодически, да, просмотрел. Ну, не постоянно. То есть у меня нет такого, что прям нужно постоянно. А у тебя есть какая-то рубрика, которая тебе вот, например, даже когда ты заходишь, она тебе нравится, ты вот любишь почитать? Там аналитика, может быть, какие-то другие там фишки, которые есть? Ну, на самом деле, неинтересно, что это все раскручивается, как это сказать. Ну, там не то, чтобы дядя А сыграл с дядей Б, да, но все равно там каждый расскажет, что это дно играет против другого дна, это одно вот эта ситуация. И достаточно забавно почитать все это, ну, посмотреть. А вот наши вот эти корпоративные мероприятия, ты вот сказал про покер. У нас же также был очень крутой корпоратив, вот у нас было, опять же, крутое соревновательное пространство, это по настольному теннису. Вот я на нем присутствовал. Вот ты на нем присутствовал. Вот расскажи, вот как тебе вообще такие вот ответвления? Классно, ну, на самом деле классно. Приходят люди, грубо говоря, каждый со своими проблемами, и они вот через теннис, они объединяются. Ну, это же здорово. Конечно, это круто. Потому что, ну, одно дело, там, ну, даже про эти ауты и не ауты, я вот игра в пары и не люблю играть, потому что там бывает такое ощущение, что первее кто аут крикнет, тот и выиграет очко. И бывают люди, которые как бы, ну, заигрывает мячей, да, ну, понятно, все большие там, а бывает, которые там, ну… все равно напряжение к победе присутствует у всех. Все равно же каждый хочет здесь выигрывать. И эти мероприятия, они объединяют людей. Все равно, когда ты общаешься в другой формате, это круто. Была у нас такая ситуация, если не ошибаюсь, в 2021 году, когда были проблемы у Саши Вобещевича с грунтовыми кортами. И тогда многие игроки лиги, я в том же числе, помогали Саше. И вот ты тот человек, который не играл вообще, то есть, ну, ты сделал очень такой достойный поступок, ты перечислил деньги, причем не маленькую сумму. Я, как соприкасается с организаторами Лиги Тенниса, я тебе хочу сказать огромное спасибо. Вот скажи, ты внутри всегда такой, ты любишь помогать? Ну, да, да. Ну, получается, я ему так и написал, он мне говорит, это точно такая сумма? Я говорю, Саня, пока есть возможность, я говорю, ну, вот, давай так. И все, он такой говорит, да, хорошо. Ну, в принципе, у меня была возможность, я попытался помочь. Вот я теперь хочу уйти к Славе Андрющенко, какой он есть вне корта, вне Ледового дворца. Вот расскажи, какие у тебя есть вообще увлечения, кроме вот тенниса и тому подобное? Может, ты готовить любишь? Может, ты какие-то интересные другие вещи делаешь? Да, вообще, я такой, как сказать, очень развитый всесторонний человек. То есть, ну, понимаете, чтобы чем-то надо заниматься конкретно, надо этому уделить достаточно большое внимание и время. Например, я начинал играть на гитаре, да, я научился играть на гитаре какие-то стандартные песни, и там, ну, грубо говоря, ты сыграешь. Но я не умею там играть превосходно, то есть, там какие-то там переборами. Ну, я с моим голосом, я только такие низкие могу петь. Типа «Сектор газа», да? Ну, да. Да, потом в этом году я начал играть на гитаре, на барабанах. Да, да, да. У меня там в инстаграме что-то есть, и там был… Ты именно дома валишь? Нет, я приходил в комплекс, да, то есть, получается, в школу, и там занимался барабанами. Получилось так, что я занимался, как, опять же, вот, весь свободное время я прихожу, занимаюсь. Нету, нету, ну, не занимаюсь. И там, сказали, был какой-то концерт. И, грубо говоря, откровенно говоря, на концерте я выступил, ну, нехорошо. Ну, как бы не попал в эти ноты, да, ну, там… Ну, бывает, но я просто тоже думаю, ну, как бы для меня, мне это нравится, это развлечение с тобой, все. То, что любишь готовить, гулять, там, не знаю, велосипед кататься, я, мне кажется, все могу, наверное. А вот ты очень много путешествуешь, ну, или за счет своей работы, да? Вот скажи, давай сначала с городов начнем. Вот вообще, у тебя есть в Беларуси любимый город, куда ты любишь возвращаться? Мне нравится Минск, мне нравится Гродно. Получается… Вот расскажи, почему Минск и почему Гродно? Ну, Минск, потому что мы сюда приехали в 2003 году семьей, и, грубо говоря, я уже стал белорусом. Я же был сперва русским, российские гражданства стал, потом белорусское получил. Ну, и все, я чувствую здесь, что, как бы, Минск, ты знаешь все эти улочки, все эти там места. И, соответственно, конечно, когда ты уезжаешь, там, на 9 месяцев, когда я в России играл, все меняется. Гродно. Ну, такое у меня еще, когда я еще играл за Металур Жлобин в 2011 или 2012 году, я еще тогда думал, какой прикольный городок, маленький такой, как Европа. Да, у него очень интересная улочка. Да, 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 да. Согласись? И так далее. И вот ты попадаешь в нашу померкованность белорусскую, да? Вот что тебе нравится вообще в белорусах? Ну, вот, откровенно говоря, сначала очень сильно бросалась в глаза, это доброта людей. Это чувство помощи, это прям вообще все хотят друг другу помочь, спросишь улицы, тебя чуть ли за ручку не отведут, да? Потом начались, когда вот проблемы в 2014 году, там, с всякими разными штуками, то народ, соответственно, тоже становится немножко злее. Это касается, как и России, то есть и как и Белоруссии. Из-за этого уже, наверное, не каждый тебе поможет. Вот недавно в Москву ездил, мне нужно было подключиться к интернету, чтобы там что-то сделать, выйти в интернет. И я подходил, дайте мне, пожалуйста, позвонить там чуть ли, или там подключите режимы модема. И мне никто не помог, просто никто, я понять не могу, в чем сложность. Вай-фай, у вас же есть вай-фай. Мы тебя не можем дать. Я такой думаю, как, ну, приходишь в кофейню, у вас есть же вай-фай? Да, есть. Начинаешь спрашивать, а, у нас он не работает. Я думаю, что такое. В итоге я час потратил на то, чтобы выйти в интернет, чтобы найти какой-то паспорт, какие-то данные, чтобы их куда-то показать. И, ну, и я такой думаю, что если бы я был в Минске, можно сказать, что ты почти к любому подошел к человеку, и тебе бы как минимум помогли. Вот так вот. Ну и, соответственно, люди в России тоже достаточно как бы первое время, они тебя не подпускают к себе. Потом, если ты начинаешь ближе общаться, то все более как друзья, братаны. А ты вообще любишь путешествовать? Или тебе за счет того, что ты и так много переезжаешь с командой, тебе это все так наскучило? Вот, наверное, в один период меня это наскучило. И когда наступал отпуск, я, наверное, все время ездил отдыхать только в Турцию. Потому что я хотел просто лечь. Ну, и отваляться. Да, просто лечь и ничего не делать. Ну, конечно, я играл в волейбол, в теннис, во все это дела. Но просто я хотел быть в одном месте, чтобы меня никто не дергал. Потому что в России очень большие переезды. Ты все время ездишь на автобусе то 8 часов, то 10, то 12, иногда 16. То есть если самолет, ты летишь на самолете за два часа в аэропорт, потом плюс ожидания, плюс пересадка, плюс опять перелет, опять пересадка. И это все достаточно очень, ну, как сказать, непросто. И за счет этого я, ну, когда в сборной был, поездил там в Европе, тоже посмотрел какие-то моменты красивые. И я потом подумал, ну, надо что-то попробовать. И съездил, по-моему, в Албанию, можно сказать, только в гостинице был завтрак, и все, дальше делать, что хочешь. И мне очень понравилось, потому что там я брал машину, ездил на какие-то там Албанские Мальдивы. Это, я не помню, как место называется. И я очень был доволен. Мне понравился этот отдых. И, кстати, в связи вот с этим коронавирусными ограничениями, я на следующий год тоже бы хотел куда-то съездить и посмотреть с другой стороны. Да, причем сейчас же коронавирус, он уже отходит, соответственно, ограничения все уходят, и ты можешь спокойно уже выехать в ту страну, куда тебе нравится и так далее. А вот скажи, вот этот коронавирус и вообще, вот ты как профессиональный спортсмен и так далее, у тебя были какие-то свои, что ли, такие ограничения, там, ты поменьше был в людных местах и так далее. Ты расскажи, это очень интересно. Ну, в первое время, да, когда эта вспышка только пошла, и когда вот организовалась эта лига ставок или как она, не знаю, как она называется, ну, на теннис играли. И я тогда, конечно, переживал, думал, что это может быть, что случится, не случится. Еще тогда все это приукрашивали. Ну, конечно, ты стал мыть руки чаще, лицо, к примеру, не трогаешь уже во время дороги, где-то в автобусе ты там не трогаешь свое лицо. И, конечно, это сразу надо пить больше воды, там, питание обрабатывать, там, какие-то руки. И, в принципе, это, ну, это обычная жизнь нормального человека. Это, знаете, как будто эта штучка была, чтобы люди, вы опомнитесь, типа, не борзеете. Ну, и все-таки потом все равно случился момент, что я заболел короной. Ну, как ты перенес ее? Ну, первый день у меня было 39. Я, получается, кашлял, думал, что я выплюну все свои ребра. И самое главное, опять же, вот в первый день, там, заказал себе много еды. Мне привезли еды, суп там, там, все-все-все в этом большом количестве. И я заставлял себя есть. То есть ты не хочешь, как бы, кушать, но кушать надо. Второй день уже было 38 температуры, и уже кашель меньше, и голова почти что не болела. Третий день – 37. Все. Вся моя болезнь. Ты вообще задумывался, чем ты будешь заниматься, когда закончишься карьера хоккеиста? Ну, со своими знаниями я бы, конечно, хотел быть тренером. Тебе интересное предложение? Мне интересно, да. Мне кажется, у меня очень много информации, которые я могу принести людям, что она будет очень полезна. И это будет, ну, как бы, не просто стой здесь или иди сюда. Это я все стараюсь, там, объяснять, почему нужно делать это или почему нужно делать это. И я себя вижу тренером. Скажи, я знаю то, что тренеры, они тоже постоянно повышают свои скиллы, определенные дипломы и тому подобное. Вот у нас, я как понимаю, есть только университет, который физкультурный, правильно? Ну, его это не хватает, правильно же, для того, чтобы получить корку и быть тренером профессиональной команды? Или хватает? Там высшая школа тренеров, по-моему, там же Буговка, она присутствует. Ну, я в Тольятти был, учился, то есть у меня уже есть это лицензия, или как это называется. Я, опять же, не знаю, где она сейчас вообще работает, когда ее надо показывать. То есть он брал возможность, но я пошел, отучился, ладно, все отлично. На самом деле, все это нужно зависеть от человека. Как ты воспринимаешь эти новинки, методики, то есть, потому что я очень много знаю людей, которые нет только вот этой линии и все. Знаю много людей, которые, наоборот, просто как змея, вот они вот так ходят, ищут, ищут, ищут. И где тут лучше, неизвестно. Конечно, есть база какая-то, нужно ее придерживаться. У нас у каждого есть свободное время. И кто-то зависает в соцсетях, кто-то смотрит фильмы, кто-то сериалы, кто-то учит иностранные языки. Вот что ты делаешь, когда, например, у тебя безделье, лягко говоря. Иногда я хочу просто лежать и ничего не делать. Вот бывает. Вот этот скилл – лечь и ни хрена не делать, я тебе скажу, он не каждому дается. Потому что отключить голову и быть в пространстве потока – это еще тот напряг. Потому что даже у меня, например, хотя я люблю это делать, не всегда получается. Вот у тебя это получается? Ну, в отпуске – да. Ну, потому что ты, ну, откровенно говоря, я всю жизнь в стрессе. Всю жизнь абсолютно. Да, я понимаю, чем ты. Начиная с детства у меня все время стресс, стресс. Я постоянно в стрессовых ситуациях. И когда вот наступают эти периоды, я хочется просто лечь вот так вот, смотреть там. Ну, в одну точку, да? Ну, примерно там телевизор, какой-то фильм. Просто бывает, там без дома не хочу выходить. Но это бывает у меня два дня. На третий день все, я уже не могу. Мне уже нужна какая-то энергия, нагрузка куда-то бежать, что-то делать. И ты хочешь там постоянно что-то шевелиться. Поэтому у меня есть гитары, барабаны, все эти там дела и все. Ну, поэтому я такой, как сказать. Вроде хочу дома посидеть, но это раз в неделю. Но вот у тебя, по сути же, дома нет. Потому что ты постоянно переезжаешь. Да. Ты где бы хотел вообще, вот когда ты будешь тренером, да? Хотя у тебя тоже будет разъездная работа. Но все равно какая-то… Вот, кстати, ты расскажи насчет своего семейного положения. Ты холост, правильно? Я уже в разводе, получается. Так, ты в разводе. Да. Вот скажи, вообще у тебя дети есть? Да, ребенку 6 лет через месяц будет. Так. Ты уже, то есть, папа. Ты уже примерно представляешь, что такое институт семьи и тому подобное. Вот скажи, вот на будущее, какой ты город хотел бы для себя выбрать, чтобы жить? Ну, на самом деле я бы, наверное, тут сказал, не важно где, а с кем. Вот. Так. Это самое главное. Поэтому, вот я был в Москве недавно, мне очень понравилось в Москве. Просто вот эти масштабы, ну, как ты ходишь, как будто у тебя энергия в тебя впитывается дополнительно. Ну, в Минске мне он нравится. А из остальных городов я не могу что-то выделить. Ну, потому что, в принципе, там везде можно найти плюсы, как и минусы, и это нормальное явление. А ты всегда вот, когда ты делаешь градацию минус, плюс, ты больше на позитив, на плюс, либо ты больше на рациональность, либо наоборот на негатив? Смотри, какая ситуация. А вот так по жизни, если взять такие какие-то пустяковые даже вопросы? Не, если брать хоккей, то ты минус, плюсы смотришь прямо вот, ну, то есть, если ты не будешь смотреть минусов, то ты не будешь… Развиваться, да? Да, шашиб. Если ты не будешь обращать внимание на плюс, то ты не будешь разбиваться. То есть, здесь это совокупие. А так я стараюсь быть на лайте. Ну, как сказать, ну, разбил стакан. Ну, ладно, что ж такое. Ну, и пошли дальше. Ну, типа, да, ну, там что-то случилось, там кто-то там на улице бывает, ну, там вот эти моменты подошел, кто-то начинает там ругаться или говорить. Я говорю, ну, что ж, тише, 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 там какие-то таксисты могут рассказывать, или где-то там в магазине продавщица. То есть, ну, я не то чтобы ухожу от этих проблем. Ну, это того не стоит, это не стоит твоих нервов. Потому что потом кто-то переживает, там думает, что сказать, что не сказать. И я стараюсь, как бы, просто к этому относиться. Может быть, даже на корте, когда играю, ошибаюсь, там, но как бы иду. Я сделал все, что мог. Да, я сделал все, что мог. Ну, молодец, Слава. Слав, вот на этой ноте я хочу с тобой завершить интервью. Спасибо тебе за разговор. Ну, а от себя, от Куража на Кураже, я тебе желаю, чтобы ты был на Кураже, и чтобы твой сезон, вот этот, который будет, чтобы он у тебя прошел классно. И самое главное, ты почувствовал еще раз кайф от хоккея и получил те достижения, которые ты себе заложил. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все.